так доброе утро дорогие друзья всем доброе утро банджур hello и мы продолжаем изучать тору я вот сегодня решил повернуть телефон в режим вот такой вот горизонтальный надеюсь что так будет не хуже чем было а может даже лучше нужны какие-то нам обновления мне кажется да вот я решил обновиться через то что я поверну телефон вот так где-то кважа не очень полностью но надеюсь что нормально видно да как меня видно как слышно думаю что хорошо все дорогие друзья и мы продолжаем изучать мишли тору и ботер тор о ботер то ботер то да да мир партнер шалом евгений шарапов шалом алла торковская и олег марголин шалом всем шалом доброе добрейше утро отлично видно вот так будет чуть шире чем обычно ничего страшного да надо чуть обновляться все и так значит мы находимся в находимся мы сейчас там же где находились 17 глава 17 глава мишли притчи царя соломона и мы приближаемся к окончанию 17 главы и сегодня у нас как раз как раз мы будем изучать изучать мы будем снова провзятки мне кажется так значит то мы закончили что 21 отрывок то родил грешника по вожделению это на горе себе родил и не будет радоваться отец невоспитанного сына то есть если он не воспитывал своих детей то потом он пожинает плоды это то что мы закончили в прошлом занятия и очень важно очень важно значит смотрите что здесь важно но опять же еще раз скажу что здесь нам бог специально в торе показал момент что есть вещи которые от нас не зависят то есть мы живем в некой системе царь салмоном в калите когда-то объяснил что бог дал мир и и написано мир на тан олам олам без вава то есть мир написано как бы неполным написанием а как вот если бы на русском это было бог дал мир мир без и знаешь мир были бам бне адам в сердца людей и никому он не дал никому не дал написано чтобы он видел весь мир от начала до конца то есть каждый человек в этом мире он воспринимает кусочек кусочек маленький кусочек информации да я проводил например часто тест на тренингах я людей спрашивал заливаться и там 500 человек я спрашиваю вот смотрите мы все сидим в одной комнате да и мы как бы каждый считает что ну как бы все люди нормальные пришли на тренинг всех примерно одинаковые а вот меня к вам вопрос говорю напишите на листите пожалуйста сколько стран в мире и все люди каждый себе на листите писал сколько стран в мире вот если вы сейчас напишите ответ на этот вопрос то окажется что в среднем люди пишут от 150 до 350 вот вы можете давайте проверим напишите сколько стран в мире как вы думаете напишите сколько стран в мире и значит вот абхазия есть такая страна шелом всем из абхазии виктор кутман в абхазии находится очень интересно в общем напишите сколько стран в мире как вы думаете не смотрите в интернете просто как вот как у вас в голове сколько в мире стран вот ростислав бакалюк пишет 250 а вот остальные как думают 7000 пишет игорь петельников пошутил наверное да значит 220 пишет несим несим и 252 ну тут у нас ведь у нас или я уже задавал этот вопрос или вы посмотрели в интернете или вы у меня на роте самые умные люди интернета потому что плюс-минус все пишут одинаково да плюс-минус самые умные очевидно люди меня слышат 2 2 500 это чуть вы лишний нолик в мире 250 стран нет 250 стран написано в витипедии но на тренингах люди обычно говорят от 150 до там 350 все по-разному я говорю что смотрите человек каждый человек живет он живет не в реальном мире а он себе представляет в мире столько-то стран но даже если вы правильно напишите 250 стран или 240 все равно это просто цифра то есть человек видит маленькую маленькую часть мира он даже не представляет какие есть культуры какие есть люди какие есть там бахрейны какие-то и есть из тимосы и так далее то есть человек живет в своем представлении о мире а не в мире человек живет в своей модели мира а не в мире и дальше когда человек думает о себе он тоже живет в некой модели виртуальной модели себя он себе говорит там, я такой, я другой. Вот Екатерина, она почему-то думает, что Абхазия там, это оккупированная территория, а кто-то думает по-другому. То есть каждый человек живет в некой своей модели мира. Теперь, значит, и вот в этой модели мира, в этой модели мира есть модель себя. Есть у каждого человека некие правила, как он думает, как мир работает. И вот верующий человек, он верит, что мироздание создал Бог. То есть у него есть в его модели мироздания, в которой он живет у себя в голове. Есть создатель-творец, который создал все мироздание со всеми законами, со всеми странами, со всеми и так далее, и так далее. И когда человек когда человек себе представляет, что есть творец создатель мироздания, а творец бесконечный, и он непостижимый, он создал мироздание с этими законами, и в модели себя человек как представляет, что у меня есть связь с этим Творцом через мою душу, есть душа, которая часть этого Творца, а через Тору я воспринимаю, вот у меня появляется, как возможность общаться с Творцом Мироздания, вообще, представляете? В этот момент он попадает совершенно в новую реальность, вообще в другую реальность, вообще в другую реальность. Теперь дальше, смотрите. Говорит нам, значит, говорит нам 22-го отрывок, царь Соломон нам сообщает следующую вещь. Лев Самеах Итав Га Веру Ах Нека Теябеш Гарем Значит, что это значит? Такие непонятные слова на иврите, на русском будет понятнее. Веселое сердце, оно Итав Га, оно дает добро, как бы исцеляет, можно сказать, тело, дает добро телу, то есть наполняет тело добром. Веселое сердце наполняет тело добром. Веру Ах Нека А Дух Унылы, Ду Ах Нека, прибитый такой унылый дух, Теябеш Гарем, он сушит кости. Представляете, какой ужас, здесь нам открыто секреты психосоматики. Значит, у человека есть, как мы знаем, уже сердце. Сердце человека, это его, весь набор его, вот эта модель мира, его убеждения о мире, правила, принципы и так далее, это все называется на языке царя Соломона, на языке Торы, это сердце человека. То есть это все жесткий диск, и в сердце человека прям зашифрована вся его жизнь. Его личный опыт, его привычки, его правила, его воспоминания, его мечты, все это находится постоянно в сердце человека на жестком диске и врывается, всплывает в сознание. Сознание человека, это, в него всплывают мысли, как изнутри, из-под сознания, и входит информация извне, когда он куда-то смотрит, что-то видит, что-то читает, то ему в сознание заходят чужие мысли, и вместе оно смешивается, создается такой постоянный микс. Внешнее заходит, внутреннее всплывает, и у человека в мышлении есть какое-то то, что он осознает. Есть у человека как бы окрас, внутренний окрас мышления, это его эмоции. То есть его эмоции, это как энергетическое наполнение внутреннего мира. Бывают эмоции позитивные, это человеку хорошо, бывают эмоции негативные, ему плохо, страшно, скучно, уныло там и так далее. Теперь говорит нам царь Соломон, веселое сердце, оно наполняет добром тело. Тело этого человека, это его мышцы, его связочки, его кровеносная система и так далее. И вот если у человека мысли веселенькие, веселенькие у него мысли, то он в этот момент, он как бы наполняет здоровьем свое тело. У него тело веселенькое, лицо веселенькое, мысли веселенькие, и он выздоравливает. Это психосоматика. Значит, ему хорошо, его тело веселое. То есть веселые мысли, веселое тело. Дальше. Дух прибитый. Дух это намерение, это глубже, чем мысли. Это намерение, это направление мышления. То есть у человека есть мысли, но мысли человека, они как бы как на веретено накручиваются на его намерение. Куда ты двигаешься? Что для тебя важно? Какие твои ценности? Что является для тебя главным направлением в твоей жизни? И что является для тебя главным направлением твоего дня? То есть за намерением идут мысли. Они как, мысли накручиваются как веретено, а намерение это как глубинное. Вот на русском, на иврите есть такое слово рацион, желание. А есть дух. Дух это намерение. Дух это то, что двигает желанием. Это как внутреннее направление. Теперь у человека есть внутри такие, как то, что называют ценности. Арахим на иврите, на английском волос, по-моему. В общем, ценности, да? Ценности человека. Вот для человека важно. Он когда для себя решил, для меня важно там зарабатывать, для меня важно самореализация. Вот для мужика миссурака важно, например, там здоровье, или самореализация, или бизнес, или семья, там, жениться. И вот у человека есть вот эти вот его ценности, которые создают намерение. И вот если у него это намерение, оно, знаете как, когда возьмем любого здорового человека и положим его на кровать. И он будет лежать на кровати месяц, и он потом не сможет встать. То есть у него, его сила, она, сила его тела, она атрофируется. Точно так же, человек, у которого долгое время, иногда годы, его дух, вот этот вот руах, валуя ценности, да? Его дух, он был не, как сказать, знаете, вот есть люди, у них там, сила воли, сила духа. Они такие, сказал, сделал, все, там, я не знаю, Никвучич, у него дух железобетонный. Он прям все сказал, сделал. Прям буду тренироваться, буду землю грызть, но я научусь там писать книги. Написал, не имеет ни рук, ни ног, одним пальцем написал четыре книги. То есть есть люди, у которых вот этот дух, он сильный. А есть люди, у которых дух, как здесь написано, дух прибитый. Если у человека этот дух унылый, он написано ТЭБЭШГЭРМ, он сушит кость. То есть здесь, опять же, есть тело, это мышцы, но есть внутри кости, есть костный мозг, который, это как бы глубинная структура тела, от которой очень-очень много зависит. Очень много зависит у человека от его вот этого костного мозга. Вообще мы не понимаем, как эта штука работает. Но вот сейчас будет, например, я вчера видел теньков, у него будет пересадка костного мозга. Вдруг у человека отказывает костный мозг, начинается лейкемия и так далее. То есть здесь у человека, вроде бы, тело, мы видим мышцы, оно вроде понятно, как работает, а внутри такие есть механизмы, которые вообще непонятно, как работают. И вот здесь нам царь Соломон дает как бы психосоматику. Он говорит, люди, от того, как вы мыслите, от того, как вы мыслите, зависит ваше здоровье тела. А от вашего намерения, в какую сторону двигает ваше намерение и от силы намерения, зависит более глубинные процессы. И говорит нам царь Соломон, если у тебя веселое сердце, у тебя будет тело наполнено добром, ты будешь здоровый. Если у тебя твой дух, он прибитый, то есть ты ничего не хочешь, у тебя там какая-то депрессия и так далее, тогда начинают вообще сохнуть кости. Поэтому у человека должен быть дух, наоборот, он должен быть намерение прям двигаться в сторону Всевышнего, развиваться, жить. Ну то есть это дух то, что делает, намерение жить, развиваться. Дальше, сердце должно быть веселое, ты должен так выстроить свое мышление, чтобы тебе было весело. Вот я видел Яна Иванова, Яна Иванова это мой помощник, и она на пяти сферах написала статьи о том, как пережить, например, смерть близкого человека. И она, несмотря на то, что у нее была там в жизни очень серьезная трагедия, но она один из самых веселых людей, которых я знаю, которая сумела так выстроить свое мышление, чтобы не сходить там с ума от депрессии и так далее, а чтобы быть веселой. То есть состояние веселья в сердце, это выбор человека, то, как он интерпретирует реальность, то, на что он надеется, то, как он воспринимает себя. Это у человека может, то есть в одних и тех же обстоятельствах кто-то может быть очень веселым, а кто-то может быть вообще там депрессивным и так далее. Есть на эту тему анекдот, когда в одной семье жила девочка слепая, и ее все очень любили, но она была такая депрессивная девочка, и она прямо пессимистка такая жуткая была. И она все время говорила, вот вы меня не любите, вы мне не додаете, вы мне там и так плохо ко мне относитесь. И когда давали кушать, она все время считала, что ей не додают. И ей, значит, дали, вот они кушали в этой семье, приготовили пельмени, ей дали целую тарелку пельменей, вот такую с горой прям насыпали. И она такая щупает эту тарелку, гора пельменей, и начинает плакать. Ей говорят, что случилось? Она говорит, я представляю, сколько же вы себе насыпали. То есть вы себе еще больше насыпали, в любом случае. То есть то, как человек мыслит, это его выбор, его интерпретация. Давайте про Абхазию не будем обсуждать. Есть себе Абхазия и есть. Они сами, абхазцы, разберутся и с Грузией, и с Россией. То есть если вы не политики и не руководители Абхазии, то вам совершенно нет разницы, как Абхазия будет разбираться в своем самоопределении. Абхазия без нас совершенно спокойно проживет, а вы вместо того, чтобы отдавать свой мозг и ум и время Абхазии, подумайте о том, как можно... Опять, если вас Абхазия радует, есть смысл. То есть написано, что веселое сердце, оно укрепляет тело. Но если вас Абхазия не радует, тогда смысла вообще думать про Абхазию нет никакого. Если вы не Абхазец, не живете в Абхазии и никак не связаны с политикой, то об Абхазии имеет смысл думать только, если, как написано в 22-м отрывке, если это радует ваше сердце, тогда оно выздоравливает ваше тело. И если ваш дух от этого поднимается, то тогда у вас не будут сохнуть кости. Но если вас Абхазия, она сушит, ну как бы расстраивает и так далее. Вообще нет смысла про Абхазию говорить вообще. Хорошо. Все. Теперь 23-й отрывок. То есть со здоровьем мы разобрались, надо быть веселым и активным, то есть дух должен быть не прибитый, а направленный куда-то, проще всего направленный на развитие. Значит, и с этим мы разобрались. Теперь 23-й отрывок. 23-й отрывок нас опять переводит во взаимоотношения финансовые между людьми. И, значит, как раз может быть вот здесь и разгадка Абхазии, истории с Абхазией, разгадка в 23-м отрывке. Значит, 23-й отрывок звучит так. Значит, взятку из-за пазухи злодей возьмет для того, чтобы искривить пути суда, пути правосудия. Значит, до этого нам говорил, говорил нам царь Соломон, Шлома Мелых, он нам говорил про взятку так. Он говорил так, что В любое направление, в которое она повернет человека, он придумает, как объяснить себе, что это правильно. Значит, мы уже изучали в этой главе силу взятки. То есть, когда человек ему что-то хочется или что-то ему выгодно, то он возьмет и придумает себе и объяснит, как ему, ну, что это все правильно я делаю. То есть, так мы живем в жизни, когда человек себе разрешает то, что ему нельзя делать, он себе придумывает, придумывает, можно. Также взятка, она искривляет мышление даже самых умных людей. И все люди говорят то, что им выгодно, не то, что правильно, они даже сами думают, что это правильно, но по факту всеми руководит взятка, то, что им выгодно. В Абхазии, в России, в Украине, в Израиле каждый человек обслуживает свои интересы. Политики обслуживают свои интересы. Простые люди не понимают вообще, что происходит, потому что СМИ, которые обслуживают интересы владельцев СМИ, а каждая отдельная статья обслуживает интересы того, кто ее написал. Да, у всех есть какое-то свое намерение. И интеллектом люди просто каждый доказывают правильность своей позиции. Теперь взятка сама по себе, она присутствует в любом процессе и в любом разговоре. То есть, нам в том отрывке царь Соломон объяснил, как эта взятка работает. Вот пример с Белямом то же самое. Он очень хотел, есть даже такое выражение, вот из этой главы из Беляма учится. Путь, по которому человек хочет идти, по нему его ведут с неба. То есть, желание человека первично. Вначале человек что-то хочет, потом он интеллектом обслуживает и объясняет, что это можно правильно и хорошо. Потом с неба ему говорят, ну ты хочешь идти по этому пути, пошли. Но какой будет результат, посмотрим. Потому что если ты идешь, как Белям шел против Бога, то результатом была смерть Беляма потом. Понятно, да, идея? То есть, намерение, в котором ты идешь, оно как бы является главным. Если ты идешь в сторону Бога, тогда все будет хорошо. Хорошо. Теперь давайте вернемся к взятке. Значит, в 23-м отрывке нам царь Солмон объясняет, что когда взятку из-за пазухи достает злодей, то у злодея это намерение, оно делает зло, значит, он с помощью этой взятки искривляет суд. То есть, бывает, что, например, Якова Вину, когда он шел к Эйсаву, и он посылал взятки Эйсаву, то его взятки, они служили для того, чтобы у него не было войны с Эйсавом. И когда они встретились, Эйсав его обнял и поцеловал. То есть, это была тоже взятка, лесть тоже взятка со всеми вытекающими последствиями. Но главное намерение взятки. Бывает, что ты даешь взятку для того, чтобы было все хорошо. Например, ты говоришь ребенку, выучи уроки, получишь конфетку. То есть, твое намерение, чтобы он выучил уроки, и получит он свою взятку, свою конфетку. То есть, ребенок уроки учить не хочет, он пока не понимает пользы от уроков. Но ребенок хочет конфетку, значит, отлично, сделай уроки, получи конфетку. Потом он, когда вникнет, и когда он уже проучится, и он поймет, тогда, тогда, бах, ему эта взятка поможет. Теперь, но если это злодей, его намерение плохое, то его взятка, она будет для того, чтобы искривить суд. Если это взятка цадика, праведника, который с помощью этой взятки хочет избежать войны, избежать какого-то плохого поведения и так далее, тогда да. Иногда бывает, что в суде, например, дают взятку, чтобы суд судил честно. Бывает и такое. Есть известная история, когда одному судье дали две стороны, которые судились, дали взятку. Один дал больше, другой меньше. Он взял и тому, который дал больше, он часть его взятки вернул, чтобы они одинаково дали. И судил честно. То есть, бывает такой вариант, когда судья взял взятку, чтобы они одинаково дали, судил честно. Бывает, я уже рассказывал, когда был судья, который не брал взятки. И одна из сторон, которая хотела, чтобы выиграть в суде, она дала суде взятку, но со стороны второго подсудимого. И судья как раз на него обиделся. Разные бывают взятки, то есть сама по себе взятка это реальность. Можно ей пользоваться или нельзя пользоваться, зависит от намерения того, кто дает взятку. В Торе написано, кстати, интересно, что есть такая фраза, что можно достигать справедливые цели только справедливыми путями. То есть ты не можешь достигать справедливую цель несправедливым путем. Но мы видим из истории с Яковом, который был полный праведник, мы видим из истории с ним, что взятка, которую дают Эйсаву, она сработала. Я напоследок расскажу историю, как в одном городе был губернатор, был антисемит, такой жуткий, это было еще до революции. И там были черносотенцы, которые хотели устроить еврестий погром. И это было согласие государства, когда говорят, что вот Российская империя, она там была такая хорошая и так далее. Не совсем так, потому что Россия была последняя страна в развитом мире, в котором притесняли евреев. В Америке, в Европе евреи все уже получили равные права и все. В России евреи жили за чертой оседлости, их притесняли. Они были просто граждане второго сорта, третьего сорта, десятого сорта, абсолютно ни за что. И даже были погромы, были страшные погромы до революции с 905 года по 917 были страшные погромы. И это было благословение государства. Царь был черносотенец такой, который тоже сам выступал как раз вот в этих вот, поддерживал эти организации, которые делали погромы. Так вот, значит, в одном городе губернатор, он поддерживал этих погромщиков. И уже знали, когда будет этот погром. И евреи пытались дойти до губернатора, чтобы он их, ну, чтобы он помог как-то, восстановил закон, как сейчас будут грабить, убивать. Губернатор не хотел с ними встречаться, с руководителями еврейской общины. И тогда еврей, который был один там очень мудрый еврей, он говорит, мы должны учить урок из наших праотцов, что делал Яаков, когда встречался с Исавом, он ему посылал подарки. Значит, и он говорит, как бы, представителям этого губернатора, мне нужно зайти только на 30 секунд. На 30 секунд я хочу зайти к губернатору. 30 секунд. Значит, все. Ну, на 30 секунд, но кто не пустит. Губернатор говорит, хорошо, заходи, на 30 секунд заходи. Его запускают, он заходит, губернатор говорит, ну, что, говорит, что ты хочешь? Тот говорит, я что хочу? Я ничего не хочу. Я хочу дать вам 100 тысяч рублей. Все. И погрома не было. Погрома не было в этом городе, потому что губернатор взял 100 тысяч рублей и остановил погромщиков. Все. Одним словом, за 30 секунд он решил вопрос с спасением тысяч неповинных, вообще ни в чем неповинных людей от погромщиков, которые хотели над ними расправиться. Поэтому иногда взятка, она, она, это хорошо. Иногда взятка, как здесь написано в 23 отрывке, взятка из-за пазухи злодея, он ее берет, он втихушку ее берет для того, чтобы искривить пути правосудия. Все. Всем удачи и успехов. Удачи и успехов. Всем хорошего дня. Желаю вам, чтобы мы изучали Тору и чтобы с Божьей помощью нас всех защищал Бог, потому что когда мы живем по Торе, в мире будет все хорошо. Когда люди соблюдают заповеди, не нарушают, когда не делают зло, то в мире идет божественный свет и все хорошо. Все. Удачи и успехов. Всем хорошего дня. Здоровья. Веселое сердце, оно поднимает тело и дух такой поднятый, когда мы куда-то двигаемся, значит он дает, наоборот, наполняет кости, а дух прибитый, он сушит кости. Значит все. Удачи и успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы, поделитесь уроком, подписывайтесь на платформу Воикра. Мы сейчас начинаем новый подход, хотим очень ее развить, поэтому, пожалуйста, тоже развивайте, привлекайте и с Божьей помощью всех будет все хорошо. Все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok